Хочу поделиться с вами историей, которая поделила мою жизнь на до и после. В школьные годы у меня было много друзей. Меня знала практически вся школа, так как я занималась бальными танцами и выступала на каждом школьном празднике. Иногда подружки завидовали, когда ко мне подходили старшеклассницы и начинали со мной разговаривать. Несмотря на огромное количество хороших людей вокруг меня, у меня была ужасно вредная лучшая подруга. Но я все равно думала, что могу и доверять, и рассказывать все. Как-то раз в седьмом классе одна девчонка пришла на огромных каблуках, в хлопковых носках и еще и в джинсах, и при этом совершенно не могла на них ходить. Выглядело это не очень красиво. Я написала свое мнение об этом лучшей подруге, которая поддержала меня словами «Да, пускай она учится ходить на них сначала». А когда на перемене я вышла из кабинета, оказалось, что она передала ту записку этой девочке, и та, встав на парту, стала всем это зачитывать. Не знаю, какой был в этом смысл, ведь в той записке не было никаких оскорблений, но она на этом не остановилась. Она пустила неизвестные мне сплетни обо мне. Ко мне перестали подходить, со мной никто больше не говорил. Она писала мне в контакте с угрозами, что изобьет меня в школьном туалете. Писала ужасные вещи, и все были на ее стороне. Я не знала, как отвечать. В этом мне помогала моя мама. С того момента это был единственный человек, который был со мной. С того времени я чувствовала себя самым одиноким человеком на земле. Моя жизнь полностью изменилась всего за один день. У меня было все, и это пропало. Танцы я бросила. Это продлилось до тех пор, пока в девятом классе за мной не начал ухаживать мой одноклассник. Он исправил эту ситуацию. Но с тех пор я все еще не могу заводить близких друзей.